В татарстанской службе 112 работают только девушки. Это леди от 20 лет и старше. Некоторые из них принимают до 500 вызовов в сутки. Это сообщения об авариях, гибели людей, ранениях детей и многие другие. Быть готовыми услышать самые страшные сообщения и быстро среагировать. Это один из главных критериев работы операторов службы 112. Чтобы не случилось, у девушек твердый голос и невозмутимые нервы. Что рядом с домом находится? Ориентируй, укажите. Каждый пятый позвонивший не может точно объяснить, где он находится. Чаще всего это случается на автотрассах во время аварии, говорит оператор службы Ольга Новикова. Мы начинаем опрос производить, если он не может определить свое местонахождение, откуда следовал, какой населенный пункт последний проехал. То есть сложностей бывает очень много. Но оперативный дежурный должен знать все территориальное отделение, все территориальное отделение Республики Торстан и ближайших округов. В 2017 году у службы 112 появится функция геолокации. Это поможет избежать и трагедий, таких как в октябре прошлого года. Тогда в Лаишевском районе убили рыбака. За несколько минут до смерти он звонил на номер 112 и просил о помощи. Но сказать, где находится, так и не смог. Это жизненно необходимая функция. Если абонент не может сам определиться, где он находится, не может назвать свой точный адрес, и служба не знает, куда нужно выехать, конечно, это замедляет процесс реагирования. И при внедрении этой функции, конечно, мы получим результат более быстрого реагирования на происшествие. Разработкой новой функции сейчас занимаются специалисты Центра информационных технологий Республики. Пока же все 69 операторов татарстанской службы должны знать географию на 5. Елизавета Саляхова, Рушан Ганудинов, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.